Российское представительство компании MAN провело традиционную пресс-конференцию, чтобы подвести итоги минувшего года и раскрыть планы на ближайшее будущее. Что касается сегмента грузовых автомобилей, то, несмотря на все трудности, немцам удалось сохранить третью позицию среди европейских производителей. С этого места MAN-овцы нисходят вот уже долгие годы. Среди большой семерки иностранных грузовых компаний рыночная доля MAN-а составила 19%, а в некоторых категориях марка и вовсе стала первой. Например, в классе самосвалов и мусоровозов, а также шасси для строительной техники. В общем и целом год был очень непростой, потому что действительно мы и утилизационный сбор увидели, мы увидели девальвацию рубля, мы увидели пандемию, которая очень сильно влияла на логистические процессы, потому что действительно, когда граница закрыта, ты можешь, вернее, не можешь привезти машину в быстрые установленные сроки. По словам представителей марки, трудности — это всегда новые возможности. Поэтому MAN решил попробовать инструменты, которые не применялись до этого, а также активнее осваивать сегменты рынка, наименее затронутые пандемией. Для нас это мы посмотрели на разные типы доставки грузовой техники в России, которые раньше не использовали, теперь мы этим пользуемся. Мы никогда не думали о дистанционных каких-то взаимодействиях с клиентом, и даже о электронном документообороте теперь у нас есть. То есть мы на каких-то сегментах раньше не заостряли внимание, но были сегменты, и они есть, которые не очень сильно, скажем так, были задеты пандемией. Наступивший год тоже не будет простым, но немцы к новым вызовам готовы. Тем более, что планов у них предостаточно. Мы продолжим развивать комплексное транспортное решение для наших клиентов. Предлагаем не только грузовик или не столько грузовик, сколько решение под их транспортную или бизнес-задачу для клиентов. Вот это наша цель на 2021 год. Но главным событием года станет выход тягачей TGX нового поколения. В конце апреля из Санкт-Петербурга стартует пробег этих машин до Владивостока, который из-за остановок во многих городах продлится все лето. В июне новинку начнет собирать завод под Петербургом. Автобусов марок MAN и Neoplan было продано 134 экземпляра. Для 9-тысячного российского рынка это, конечно, немного, но никто из европейских брендов все равно не сумел продать больше. Редактор субтитров А.Семкин